Мир вам! Мир вам! Я хочу рассказать стих, который называется «Авария на разводном мосту». Это как притча для нас. И, знаете, сегодня мы празднуем праздник воскресения. Радость такая у нас. Христос воскрес, Он для нас, для нашей жизни. Но несколько дней назад мы вспоминали страдания, смерть Иисуса Христа. И очень большая цена была уплачена за нас. Большая цена была уплачена за то, что мы сегодня радовались и торжествовали в том, что Христос воскрес, и мы живы с Ним. Ты слышал, Отец, как мосты развелись? Сейчас слышал? Аж сердце болит. Ведь это уже тот уголок, что мы ставили, вышел. Вот он и скрипит. Схожу я на мост, а иначе всех жертв не исчез. А ты кричу, кому-то другому бы жизнь я свою не доверил, тебе же могу. А тот, кто другой, по незнанию рычаг сей опустит, и нет у меня. Вставай, зарубильник, и это дыхание грусти гони от себя. Ближайший состав, но как минимум, должен пройти здесь часа через три. К тому же черепаха быстрее ползет, чем тот дизель. Успею уйти. Остался Отец, ожидая Его возвращения, и как никогда, вся внутренность ныла, и не было больше сомнения, что рядом беда. Он знал на зубок расписание страницы, и только подумал про рацию, ну что же молчишь ты, как та ожила. Не кто-то тревожно кричит, изволнованно дышит. На вашем пути идет пассажирский вне графика. Слышно? Как слышно? Сведите мосты. Кому-то, быть может, покажется, что здесь такого рычага отпустить. Но он же стоял перед выбором сына родного, иль пояс спасти. А скорый сигналит, осталось секундом дотикать, и тьма похорон. И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он с надеждою сына увидеть, а видит лишь ужас один. Между двух половинков моста окровавленный свитер, в котором был сын. И даже опоры мостов, да и те содрогались, скорбя глубоко. Но из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него. И он протянул проходящему поезду руки, и горько стонал. Я сына отдал ради вас. Вы слышите, люди? Я сына отдал. Я сына отдал. А зачем? Чтобы вы так зверели. Я спас вашу жизнь. Но из спасенных вагонов только деньги летели, да крики заткнись. Давай-ка сейчас поразмыслим над этой темой для пользы души. Бог сына отдал ради вас. Вы слышите, люди? Бог сына отдал. И ныне Господь говорит, ты не смейся, не смейся над кровью моей, не плюй ты мне ее, но слезами, слезами залейся, раскайся пред ней. Аминь, слава нашему Господу. Продолжение следует...